МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Рассказываем, как благодаря взаимодействию жителей и власти, можно решить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и поддерживать порядок в городе. Сегодня в нашей программе мы поговорим на очень важную тему для населения сезонное содержание территории городского округа Самара. Я представляю гостя в студии Александр Вячеславович Андреянов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара, руководитель управления благоустройства. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые зрители! Ну что же, давайте побеседуем и начать, наверное, нашу программу стоит с расшифровки понятия «сезонное содержание территории городского округа Самара». Давайте поподробнее, что входит в это словосочетание. Ну, наверное, здесь определяющим, конечно, является слово «сезонное». Четыре сезона у нас существует, и, соответственно, для департамента городского хозяйства существует четыре разных типа, четыре разных задачи в каждый сезон. И в зависимости, соответственно, от сезона эти задачи меняются. Сейчас у нас все ближе и ближе, самая тяжелая пора для городских служб и властей – это зимний период. И, соответственно, в это время, то есть начало и середина осени, уже начинается подготовка к зимнему сезону. Причем этот порядок заведен в городе достаточно давно уже. Также подготовка к отопительному сезону начинается уже с мая. То есть как только заканчивается у нас отопительный сезон прошлой зимы, сразу же уже начинает работать специальная комиссия, которая готовит все наши коммуникации, проводит какие-то плановые замены к сезону следующему. И это, наверное, правильно, потому что действительно такое сложное сезонное содержание, я имею в виду подготовку к отопительному сезону, потому что ведь объем выполняемых работ очень велик. Поэтому, наверное, и готовься они летом. Это действительно так. И с учетом того, что, конечно, коммуникация – это не секрет, в Самаре достаточно изношены. В этом году 18 плановых переврезок, перекладок делает только Т-плюс у нас. Это большие расстояния. И, по сути, работа уже практически закончена в этом направлении. По крайней мере, горячее отопление сейчас дается уже в плановом режиме. Естественно, в первую очередь во все объекты социального назначения. Это школы, детские сады, больницы. Ну и все, что с этим связано. Но, однако, тема тепла, она, конечно, не заканчивается для властей города. Очень немаловажно. Это и то, как мы живем в той окружающей среде, в которой мы находимся. Поэтому подготовка к зимнему сезону и в этой части, она тоже начинается достаточно рано. Но не так, как к сезону по теплу, потому что здесь действительно большой объем работ плановый. Он заранее планируется. Здесь уже более понятная ситуация. Однако, для того, чтобы город содержать, как минимум, с учетом того, что погода еще бывает в этот период достаточно нестабильна, городские службы должны быть, прежде всего, готовы к экстренному изменению погоды и к экстренному выходу служб в случае необходимости. Я напомню, например, в прошлом году, 18 ноября, такого у него было давно, у нас был ледяной дождь, который буквально в считанные часы покрыл весь город тоненькой-тоненькой корочкой. Это одновременно было обледенение. И бороться даже с теми существующими реагентами, которые у нас были на руках, в такую погоду крайне сложно. Было очень много ручной работы. И та же ситуация неожиданно повторилась и в декабре прошлого года, тоже в середине декабря. Зима у нас в прошлое была несколько легче, снега было меньше. Но вот эти два катаклизма, они прежде всего настраивают нас на то, что такие ситуации могут повторяться и надо быть к ним готовым. Поэтому сейчас уже где-то 16 октября организовано дежурство у тех подрядчиков, которые у нас будут организованы, потому что 16 октября еще не началось. Чтобы какой-то прям самый минимальный, набор техники, но он был на случай того, что если вдруг что-то у нас случится, уже ноябрьские начинаются, ночи могут быть холодные и так далее, техника была готова к выходам. В целом сезон в рамках 444-го постановления по благоустройству, есть у нас правило по благоустройству, начинается официально с 1 ноября и заканчивается у нас 15 апреля. Уже следующего года, конечно. Поэтому все усилия сейчас администрации, департаменты городского хозяйства направлены на то, чтобы проанализировать, проверить готовность наших подрядчиков. Последние штрихи внести, да? Да, последние штрихи внести. То есть мы проверяем сейчас первое количество и наличие техники исправной, потому что количества может быть и много, а вот исправной техники достаточно меньше. Готовность механизаторов. Здесь, конечно, готовность должна быть высокой. Мы за этим сейчас следим вместе с нашими потенциальными подрядчиками. Ну, то есть можно ли сейчас уже обозначить дату старта отопительного сезона? Уже определена дата и число? По отопительному сезону здесь уже 25-го числа, и глава города это уже озвучила, уже началась подача тепла. У нас и Владимир Андреевич Василенко, первый заместитель главы города, ставит задачу, чтобы мы уже, по сути, сейчас за 90% мы по соцобъектам зашли, чтобы эта цифра была максимально выше 90% по всем, и по МКД. Но в первую очередь это социальные объекты. Школы, больницы, детские сады, музеи, образовательные учреждения и нового плана. То есть здесь все хорошо. Вот, по содержанию уличной дорожной сети, я уже сказал, идет сейчас подготовка. Основное у нас это подготовка песко-соляной смеси на предприятиях, закупка противоглоледных реагентов. Чем угусловлено разграничение зоны ответственности? Департамент городского хозяйства и экологии Самары, администрации внутригородских районов Самары, управляющие компании ТСЖ, ЖСК и ТСН. Конечно, предприятия и организации. Объясните это нашим телезрителям. Само разграничение зоны ответственности между физическими и юридическими лицами, между индивидуальными предпринимателями, оно обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего содержания территории. Я уже говорил и упоминал, что в городском округе Самары действуют утвержденные в 2019 году правила благоустройства под номером 444. И согласно этим правилам и физические, и юридические лица, независимо от всех форм организационных, правовых, они обязаны содержать территорию в соответствующем виде, что называется. Дальше уже в зависимости от того, кому принадлежит территория, соответственно, затем она и закрепляется. Если смотреть в части, например, дорог, так называемый УДС, то здесь основное лицо, играющее на этом поле – это департамент городского хозяйства. Это территория города, и она, соответственно, как бы закреплена за нами, мы ее обслуживаем. Если же у нас ТСЖ или неразграниченная территория, за неразграниченной территорией у нас районы, районная администрация непосредственно занимается этими территориями, ну а там, где они закреплены, то, соответственно, в соответствии с этими правилами благоустройства, это управляющая компания, ТСЖ, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому основная, как бы, здесь работа у них. Спасибо. Утепление фасада многоквартирного дома под управлением ТСЖ. Жители дома по улице Арцебушевской 3 на своем личном примере доказывают, что эти работы провести силами ТСЖ возможно качественно и в срок. Подробности в нашем следующем сюжете. Председатель ТСЖ Татьяна Мушкарова живет в доме номер 3А по улице Арцебушевской почти 10 лет. Говорит, раньше в квартирах было очень холодно, и людям приходилось ходить в теплой одежде. У нас очень замерзали люди, у нас промерзали стены. У нас было, ну, в квартирах было очень холодно. Поэтому я копила, копила долго, мы, но накопили. Нам немного помог департамент. На купленных денег хватило на утепление стен дома. Сейчас бригада строителей работает по внешней стороне здания. Часть стен, которые выходят во двор, уже как новенькие. Кроме того, в доме полностью заменили систему отопления. Я смотрю, что наш дом как новый становится. Хорошеет. Не стареет, а хорошеет. Потому что у нас сейчас вот ходишь и сердце радуется. Потому что у нас приличные подъезды. У нас все вхромированное. У нас хороший свет в подъездах. У нас уют. У нас все время есть горячая вода. В этот двор приходят погулять не только жители дома 3А. Цветочные газоны. Ухоженные детские спортивные площадки привлекают сюда детей и подростков из соседних дворов. Местные жители этому только рады. Я очень довольна, что я живу в этом доме. Во-первых, площадка. Дети со всех домов к нам бегут. Ну, кричат. Но зато радостно все равно, что им хорошо здесь. Площадка у нас чудесная. Все вопросы благоустройства ЖКХ решаются при тесном взаимодействии власти и жителей. В Самаре по инициативе главы региона Дмитрия Азарова в 2021 году был запущен проект «Мой дом». Этот проект зарекомендовал себя среди жителей. Его цель – это повышение правовой грамотности по управлению многоквартирными домами, прежде всего старших по домам и всех других активистов, которые неравнодушны к тому, как содержится общедомовое имущество. После запуска проекта «Мой дом» заработала электронная платформа «ГИС ЖКХ». Она позволяет собственнику видеть структуру своего дома, отслеживать работу управляющих компаний. Ну что же, продолжаем наш разговор. Скажите, пожалуйста, а вот как поступить жителям, если управляющая организация не выполняет свои условия по договору управления многоквартирным домом? Почему я задаю этот вопрос? Потому что, как вы совершенно верно заметите, скоро зима, и очень будет много проблем и обращений от, скажем так, нерадимых управляющих компаний, недобросовестно, которые выполняют свои обязательства. Так вот, что делать, если происходит именно так? Ну, если такое, к сожалению, случается, и все-таки, не дай бог, оно коснется каких-то жителей, то у нас есть 162-я статья, часть 8-я, Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии с этой статьей, если жители не удовлетворены работой своей управляющей компании, то они обязаны обратиться в органы муниципального жилищного контроля. Ну, собственно, в ту администрацию района, в которой этот дом находится. В соответствии с жилищным кодексом, жилищная комиссия в течение пяти дней должна провести внеплановую проверку этой управляющей компании. В случае, если уже нарушения, которые были заявлены, подтвердились или обнаружены дополнительно, то в течение 15 дней после обнаружения, точнее, после даже подачи заявки, жилищная комиссия собирает собрание собственных жилья и рассматривает вопрос либо о расторжении договора, либо пытаются уладить эту ситуацию, что называется, мирным путем. Если же не удается, то, соответственно, на собрании собственных жилья уже рассматривается вопрос о новой управляющей компании, либо об изменении способа управления МКД. Ну и, естественно, любой житель, у нас есть государственная жилищная инспекция, самарская область, контролирующий орган, он вправе обратиться туда для проведения проверки, тем более этот орган у нас как раз и лицензирует управляющей компанией, и тоже, соответственно, вправе и применить какие-то санкции к этой компании. Вот, поэтому, вот, собственно, здесь ситуация такая. Права у жителей есть, пользоваться ими надо в этом отношении тоже однозначно. Куда обратиться есть? И проблем не в коем случае не замалчивать, а обязательно идти и добиваться справедливости. Но вот жителям куда можно обращаться, если, к примеру, магазин у дома или предприятие не следит за порядком прилегающей территории, ну, не убирает мусор или вот в период зимний снег? А здесь как быть? Вопросов, кстати, вот этих по зимнему содержанию именно прилегающих территорий к собственникам, магазинов и так далее всегда очень много. Вот, у нас немножко не совсем регламентирован порядок, особенно сейчас по тем крыльцам, которые сделали при выходе на улицу. Это действительно затрудняет, во-первых, работу наших подрядов, организации по уборке тротуарных, тротуаров прежде всего. Вот, но если уж такое случается, то прежде всего у нас существует 74-й закон Самарской области о разграничении полномочий между органами местного самоуправления и внутригородскими районами. Там есть 26-я статья. Вот, согласно 26-й статье, выявление вот этих административных правонарушений в сфере благоустройства, они так называются, они закреплены за внутригородскими районами. Ну, соответственно, если вдруг возникают у жителей какие-то вопросы именно по уборке прилегающих территорий к магазинам, либо другим объектам, там, потребительского рынка, то им надо обратиться в свою, собственно, организацию. Я имею в виду администрацию, да. И там уже им в этом отношении помогут. Но вот проще, если сказать, все-таки, да, вот такой вот пример. Например, человек пошел в магазин, поскользнулся на ступеньки, ступенька не очищена, упал, и как в том фильме поскользнулся, упал, очнулся гипс, да. Вот здесь чья зона ответственности? Ну, на мой взгляд, вот здесь зона ответственности в магазине. Ну, во-первых, давайте так, есть, конечно, две, наверное, одна, может быть, и не очень законодательная, но чисто коммерческая составляющая вот этого вопроса. Конечно, наверное, каждый предприниматель, который хочет, чтобы у него работал стабильно, бизнес, приходили покупатели, соответственно, как бы он в этом бизнесе долго совершал, естественно, ему выгодно заниматься тем, чтобы у него прилегающая территория была и красивой, и ухоженной, и зимой почищена, да. И более того, я хочу сказать, что в департамент достаточно в последнее время часто обращаются сами предприниматели с пожеланиями того, что вот есть территория, она не их, вот, но они готовы за свой счет ее благоустроить, посадить цветы, вот, ну, ухаживать за ней. Причем, как ни странно, здесь иногда даже возникает, вот у нас недавно по улице коммунистической, адрес я не буду точно называть, но возникла очень странная ситуация, что предпринимательница в торце дома, выходящего на улицу коммунистическую, имеет выход из своего бизнеса, готова его полностью облагораживать, жители стали против. Ну, то здесь уже МКД, конечно, тоже нужно учитывать, вот немножко эту ситуацию как-то мы пытались тоже уладить, ну, вроде бы нам это удалось. Но, на самом деле, говорю, что в последнее время желание предпринимателей облагораживать территорию вблизи своих бизнесов, либо помещений, где они работают, либо магазинов, оно увеличивается. Наблюдается тенденция, да. Наблюдается тенденция, да, и это, я считаю, очень хорошо. Ну, если вспомнить вообще, у нас социалистические времена, то у нас все территории были закреплены за заводами, и работать было в этом отношении легче. Вот, и выполняли свои обязанности хорошо. Сейчас, конечно, много лежит на администрациях все равно. Ну, что же, и тогда дальше у меня логичный вопрос. Александр Вячеславович, а как жителям разобраться, в чьей компетенции обслуживание того или иного участка во дворе? Вот где это уже должно быть прописано, я не знаю, зафиксировано, и так дальше? Ну, здесь уже точно то же самое, что и я упоминал. Это статья 26-я, вот, закона 74-го нашей Самарской области. Ну, и тут, собственно, две вещи возникают. Если сформирован земельный участок, это одна ситуация, если он не сформирован, то, соответственно, другая. Если он сформирован, то собственники участка, они его и обслуживают. Если уже не сформирован, то, соответственно, администрации внутригородских районов закрепляют для содержания, либо это по договору санитарного содержания. Ну, если вот сам договор санитарного содержания, он уже определяет и границы ответственности тех или иных, вот, как бы, этих, ну, помещений, что вот, да, здесь такая ситуация. Давайте еще немного вернемся к работе управляющих компаний. Вот мы с вами немного о них поговорили, да, вот, в осенне-зимний период. Их важность, тоже вовлеченность в свою непосредственную работу. Но ведь управляющие компании еще и следят за содержанием дома, за ремонтом и за образцовым его содержанием. Вот, скажите, пожалуйста, роль управляющих компаний в данном вопросе, как вы считаете, велика? Ну, это, конечно, велика, потому что по договору с жителями, по сути, им поручено выполнять все эти операции, которые направлены на нормальное проживание в конкретном доме, вот, как работают коммуникации, так и содержание самого дома, самого строения, фундаментов, так и содержание, естественно, прилегающей территории. Вот, поэтому, с одной стороны, роль, конечно, управляющей компанией, ТСЖ или ЖСК, в зависимости от формы, велика, но при этом нужно не забрасывать со счетов и роль самих жителей. Они выбирают, они имеют право, соответственно, спрашивать, они платят деньги, они, как мы уже ранее говорили, в случае крайних ситуаций имеют право на расторжение договоров, выборить другой управляющей компанией. Спасибо. И в продолжение вашего ответа, ремонт подъездов в многоквартирных домах – это зона ответственности управляющей компании. В этот раз счастливыми обладателями обновленных подъездов стали жители дома по улице Карла Либнихта, дом 4. Самарцы похвалили свою управляющую компанию за качественную работу. Улица Карла Либнихта, дом 4. Этот дом можно смело назвать образцовым, начиная от чистой ухоженной территории вокруг до современного ремонта подъезда и входной группы. А еще здесь неравнодушны к маленьким жителям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Удобная лестница, по которой комфортно спускаться и подниматься. Находимся мы здесь неспроста. Мы хотим продемонстрировать порядочных, достаточно добросовестную управляющую компанию, которой нет нареканий в течение уже двух лет, реагируют мгновенно на заявки жителей, на наши обращения, добросовестно выполняют свои функции, взаимодействуют с населением, со старшими по дому. И в течение года они продемонстрировали достаточно активную свою позицию. Сама инициатива жителей для того, чтобы они жили в нормальном доме, в ухоженном доме, возможно, где-то в креативном доме, без этой инициативы не обойтись. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы жители всячески занимались своим домом самостоятельно тоже, а не только управляющие компании. Сергей Николаевич Синчуков, председатель Совета МКД, рассказывает, что работу этой управляющей компании сравнить есть с чем. За 11 лет на доме сменилось три управляющих компании. Все они так или иначе не справлялись со своими обязанностями. Теперь жители этого дома довольны таким взаимовыгодным сотрудничеством. Комфортно в таком доме жить, а управляющей компанией – работать на благо жителей. Ранним летом было проведено общее собрание. Перед жильцами были выдвинуты предложения, что мы можем сделать из средств, собранных на текущий ремонт. Люди определили определенные виды работ. Самое главное, что собственники жильцы довольны. Очень хорошие отзывы в нашем общедомовом чате, благодарность, соответственно, и в управляющую компанию, потому что действительно результат налицо, что было и что стало. А стало вот что. Отремонтированные стены и полы покрыли плиткой из керамогранита, обновили потолки, а также заменили все входные группы, в том числе и лифтовые. Вместо изношенных дверей в местах общего пользования теперь стоят новые. Летом мы уже начали работу по приведению в порядок входных групп. Это в первую очередь красиво, а во вторую очередь безопасно. Мы это все сделали. Затем мы приступили к ремонту входных групп. Это, в частности, уже лифтовые холлы. Поставили алюминиевые двери со стеклами. Это тоже безопасное видо, кто выходит, заходит из дома. В общем-то, результат мы можем увидеть. Отлично, очень благодарны, очень красиво, представительно, приятно зайти. Потому что раньше было, конечно, все не так. Сейчас очень достойно. Мы очень рады. Спасибо. Образцовым домом в первую очередь делают люди. Одни, которые в нем живут, другие, которые здесь работают. Это и есть главный источник успеха. И пример таких домов может вдохновить на свершение очень и очень многих. Ну что же, продолжаем наш разговор. Александр Вячеславович, скажите, а в чем заключается деятельность административных комиссий внутри городских районов города Самара и МПГТ по благоустройству. Вот расшифровываю, да, государственная административная и техническая инспекция и ее роль в теме нашей сегодняшней программы. Ну, роль административных комиссий достаточно высока. Каждая комиссия у нас создана в девяти районах городского округа Самара, во всех девяти районах. И они работают в рамках закона Самарской области об административных комиссиях на территории Самарской области. Соответственно, есть еще закон 115 ГД. Это закон о административных правонарушениях на территории Самарской области, которые уже совершены на территории соответствующего района. Здесь все очень просто. Само по себе название административной комиссии, оно уже о многом говорит. То есть, они рассматривают основные, собственно, вопросы, которые на территории района касаются содержания территории, касаются вырубки деревьев. Она может быть там незаконная или законная. Ну, и вот всех этих вопросов, которые там в рамках своей компетенции, они уже могут привлекать на свои заседания. Во-первых, должностные и юридические лица запрашивают всю информацию компетентных и государственных органов, органов местного самоправления, ну, профессиональных каких-то сообщений для того, чтобы делать правильные выводы из той или иной ситуации. Приглашают всех должностных лиц, и они, собственно, обязаны, специалистов граждан для получения от них информации, ну, и объяснения там по рассматривающим вопросам. Ну, и привлекать, еще раз говорю, для участия в работе комиссии представителей разных органов. Ну, вот, кстати, да, за игнорирование городских правил благоустройства и несоблюдение требований, предъявляемых к проведению работ, предусмотрена административная ответственность. Я хочу вас спросить, а для кого? Ну, она предусмотрена как для юридических, так и для физических лиц. Правила благоустройства предусмотрена ответственность при нарушении правил благоустройства или несоблюдении. Это при проведении земляных работ, размещении транспортных средств, удалении вот снос зеленых насаждений, то, что я уже говорил. Неисполнение обязанностей и установленное правилом благоустройства по прогону сельскохозяйственных животных. Ну, и обязанности, вот, по нарушению обязанностей в содержании прилегающей территории. Штрафы, которые может накладывать административная комиссия, достаточно высокие. Они от 5 до 30 тысяч на физическое лицо и до 100 тысяч на юридическое. Но если у нас с повторным, в некоторых там вопросах произошло уже это правонарушение, доказано, то штрафы на юридическое лицо достигают 300 тысяч. То есть это достаточно существенно. Цифры серьезные, поэтому, да, задуматься стоит. По ГАТИ, ну, основное ГАТИ, городская административная, государственная административная техническая инспекция. Это подготовка технической документации. В основном она идет при производстве земляных работ, связанных вот с временным нарушением состояния благоустройства. Это утверждение схем дорожного движения временных, которые вынуждены при этом, там, транспорт как-то двигаться и так далее. Когда происходит вскрытие, акты оценки состояния благоустройства перед тем, как вскрытие происходит. Ну, и, соответственно, как бы проверка, что после того, как вскрытие у нас там аварийное, но либо плановое произошло, что вся территория возвращена на, ну, скажем так, в прежнее состояние, как минимум. Вот. Тоже здесь часто очень возникает много конфликтов у нас с жителями. Даже не конфликтов, а, скорее, здесь жители очень часто сейчас достаточно справедливы, требуют восстановления благоустройства в том виде, в котором оно было до того, как произошло вскрытие. Но в последнее время и администрация, и ГАТИ, ну, собственно, и администрация районов, у нас очень много, к сожалению, это еще произошло и в 90-е годы, детских площадок, расположенных на сетях. И в последнее время администрация города очень тщательно следит за этим, и не только за тем, чтобы новые у нас площадки не возникали уже на сетях, но и за тем, чтобы у нас площадки, возможно, торговые объекты, которые расположены на сетях, были ликвидированы. Конечно. Ну, и в первую очередь безопасность, конечно. И это, прежде всего, безопасность, очень непростая работа, очень, естественно, она проходит нервно, да, тем более уже и люди где-то привыкли. И очень иногда бывает ситуация, что трудно найти альтернативное место недалеко, вот, к сожалению, эти вещи есть, но здесь, конечно, в углового угла должна вставать безопасность жителей, все, это вот однозначно. Это и точка. И точка, да. Безопасность и точка. Да, безопасность и точка. Наше время подходит к концу, я хочу подразить и предоставить вам заключительное слово, наша программа называется «Совет моего дома». Так вот, какой бы вы совет дали своему дому под названием «Сезонное содержание территории городского округа Самара»? Ну, прежде всего, я бы хотел, чтобы ситуация, когда возникают какие-то проблемы, они не замалчивались. Ну, что называется, сама проблема не рассосется, вот, ей надо заниматься. Поэтому всегда можно обратиться в департамент городского хозяйства, через все возможные каналы, телефоны, соцсети, на сайт обратиться. Мы всегда поможем. В конце концов, прийти на личный прием, да? Прийти на личный прием, причем, как руководитель департамента, тема у нас очень большая, и, соответственно, есть несколько заместителей, которые по направлениям. Можно прийти на прием, записаться, все проблемы будут в этом отношении решаться. Ну, и самое главное пожелание, чтобы их было поменьше у наших жителей, и поменьше все-таки обращений, чтобы наши службы городские, в том числе, мы сами, конечно, работали так, чтобы вопросов у жителей было как можно меньше. Я благодарю вас. Это была программа «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучил мой сегодняшний гость, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и туда направляйте свои вопросы. Отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!